На ВТБ арена начинают подтягиваться болельщики. Совсем скоро здесь будет просто яблоку негде упасть. И это неудивительно, потому что именно сегодня стартует новый сезон единой лиги ВТБ. Подмосковные химки встречаются с польским клубом Зеленогора. Соперник в прошлом сезоне одержал всего 5 побед, но это не повод сбрасывать его со счетов, поскольку недавно они подписали контракт с американцем Дрю Гордоном. Но в любом случае, болельщики и все мы ждем яркой борьбы и надеемся победить сильнейший. Первый матч нового сезона ждали с нетерпением. Одна из причин ВТБ арена впервые принимала игру регулярного турнира. До этого здесь проходил только матч всех звезд. К тому же БК Химки отлично провел межсезонье, поэтому предстояла по-настоящему яркая битва. Перед игрой зрителей порадовала известная на весь мир латвийская группа Брэнсторм, разогрела зал и настроила игроков на победу. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Стартовый свисток, игра началась. В первые минуты матча «Зеленок Гура» захватила инициативу, удивив своим рывком. 6-0. Химчане ответили серией бросков от латышей Дариса Бертонса и Стефана Йовича. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Увеличить преимущество Химкам удалось лишь ко второй четверти. Вышедший на паркет Джереми Эванс забросил несколько мячей. Его поддержал Егор Вяльцев и Сергей Моня. На большой перерыв команда ушла с преимуществом в 9 очков. Среди болельщиков известные спортсмены и телеведущие. Осталось поддержать своих земляков и группа Брэнсторм. Конечно, у нас очень теплые чувства к Химкам, потому что два латыша там играли. Янс, ты и мои. Да, и Респонданцы. Было здорово их обоих видеть в первой части игры. Янс, мне кажется, вообще, ну, может, отчуточку сошел. В принципе, молодцы ребята. Мы очень рады за них. Супер. Я знаю, что вы очень спортивный сам по себе коллектив. А как с баскетболом у вас? Мышку. Мышку сразу пришли. Давай, да. А, мышку, да. Давай, мышку. Вот. Был бы мяч, я был как... А теперь Химки вперед! Химки вперед! Вперед! Последние 10 минут заставили болельщиков поволноваться. Счет почти сравнял игрок «Зеленогура» Дрюк Гордон. В итоге встреча завершилась со счетом 79-75 в пользу хозяев. Самым результативным игроком встречи стал защитник подмосковной команды Стефан Йович, набравший 16 очков. Следующий матч Химок в единой лиге ВТБ пройдет 29 сентября. Сыграют на выезде с эстонским Калевом. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, Служба новостей.